Когда началась Великая Отечественная война, Дусе Кулумбековой было всего 9 лет, но тяжелые военные годы она помнит до сих пор. Как провожали старшего брата Григория в армию, с каким нетерпением ждали его возвращения, но так и не дождались. Когда Григорию оставалось всего два месяца, началась война. Его забрали на фронт. Уже через год пришла похоронка, а чуть позже на фронт забрали и второго брата. Даже спустя долгие десятилетия неизвестно, на каком фронте он служил. В похоронке, которую получила семья, было написано «Ваш сын героически погиб». Война поменяла уклад жизни многих людей, нарушила все планы. На фронт ушло все мужское население, и все тяготы крестьянского труда легли на плечи женщин и детей. Им приходилось выполнять мужскую непосильную работу. Дуся вспоминает понятие «рабочий день» отсутствовало. Работали, пока держались на ногах, в буквальном смысле. Работали, пока держались на ногах, в буквальном смысле. Даже спустя долгие десятилетия Дуся помнит, как по ночам плакала ее мать. Но судьба не щадила семью. На фронт забрали и третьего брата. На полях сражений он был тяжело ранен. В 1944 году он вернулся в родное село. Однако чуть позже, даже не до конца поправившись, его снова хотели забрать на фронт. Дуся вспоминает, как ее отец, стоя на коленях, умолял не забирать единственного сына на войну. Его оставили на год до полного выздоровления. К тому времени закончилась война. «В общем, она не ждет, что это я получас, что она со следованием edits. Победа в Великой Отечественной войне семья Кулумбековых, как и тысячи других семей, встретила с радостью и болью. Многие жители села Хларц остались лежать на полях сражений, но в День Победы сельчане устроили настоящий праздник. Семья Кулумбековых хранит память о своих героях. Имена сыновей Осетии – Григория, Василия и Владимира – вписаны в историю нашей Родины. Они проливали кровь за наше безоблачное настоящее и будущее. Мы не имеем права забывать подвиг ветеранов, их имена и цену, которую они заплатили за победу в Великой Отечественной войне. Елена Газаева, Регина Черткоева, Айда Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня.